Сегодня я буду говорить на тему почтения даров. Очень важно, потому что Бог каждого призвал. Да, написано, спасшего нас и призвавшего званием святым, да? Не по нашим делам, не по нашим заслугам, но по своему изволению и благодати. Поэтому кого Бог спас, того Бог и призвал. Поэтому призвание есть на каждом, дары есть на каждом, судьба от Бога есть на каждом, аминь. Это есть, это не отнять. И дары, и призвания Божьи не приложены. Но почему-то замечаю иногда такую вещь, что как Бог, один и тот же Бог, сверхъестественный, большой, всемогущий Бог, которого нельзя ничем измерить, нельзя ничем ограничить. И тут вдруг в одной судьбе, в одной жизни человека, в одной личности человека, да, он какой-то такой слепой, как будто не видит никаких проблем. Глухой, как будто не слышит плач, вопль человека. И как будто такой бессильный, не может ничего сделать. Ну, кто-то задавался таким вопросом. Ну, почему? Один заходит, выходит, говорит свидетельство, такой, вау, какой Бог! А второй, может быть, 10 лет просто сидеть и в тех же самых проблемах. Ну, где же Бог? Я уже говорил, такое чувство, хочется местами поменять, вот где Бог делает какое-то чудо, на то место посадить кого-то, сверхъестественный стул, сядь на него и получи от Бога помазание, потому что кто-то здесь получил. Ну, как бы от перестановки, наверное, ничего не меняется, как в математике. И я начал задаваться вопросом, Бог, почему ты где-то у кого-то всемогущий, а почему где-то у кого-то ты такой слабый? Ну, не в обиду тебе, конечно. Это личные вопросы, нужно задавать вопросы, я люблю задавать вопросы. Знаете, и я нашел эти ответы в том, как мы воспринимаем Бога. Какой Бог для каждого из нас? Как Бог может проявиться в каждом из нас и через каждого из нас? Потому дары, которые Он дал, это не наши дары, это Он дал для служения людям. Смотрите, я могу всю жизнь спросить, дар исцеления, дар исцеления, дай мне дар исцеления, но если я никогда в своей жизни не встречу ни одного больного, ну, зачем мне этот дар? Для чего? Для самоутверждения я великий целитель? Нет, это эгоизм. Я, мое, мне, для меня. Дары не для меня. Дары для того, кому я служу. Значит, Бог использует людей для служения своими дарами. Но есть причины, почему эти дары не востребованы или не проявляются. Я увидел две причины, почему дары могут не проявляться. Первая из них, проблема в том, кто служит. То есть в самом человеке, у кого есть дар и призвание. И в нем могут быть проблемы. Какие проблемы? Почему дар может не послужить? Потому что он скрыт под сосудом. Матфея 5, 15. И зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Можно сказать, в доме Божьем. Понимаете? И если Бог зажигает, Бог дает, то, что Бог дает какой-то дар, он может быть скрыт. Вот там на камере не видно, что у меня. Что у меня там? Не видно. А здесь есть что-то. А может быть, видимо, что здесь салфетки, антибактериальные. И можно их раздать и послужить, и руки вытрут, и бактерии умрут. Смерть всем бактериям. Понимаете? Вот определенный дар. Наглядное пособие лежало. Понимаете? Это может быть скрыто, а может быть открыто. Не ставят под сосуд. То есть не прячут под сосуд. То есть есть определенная заслонка, есть определенный барьер, через который этот дар не видно, и он не может светить в доме. Так же самое и в церкви. И я вижу причину, почему вот этот сосуд может быть непроницаемый, непрозрачный. Это сердце человека. То, о чем мы очень много говорим. Сердце, сердце, сердце. Блаженные чистые сердца, ибо Бога увидят, узрят. То есть сердце, сердце, сердце. Очень много от сердца зависит, от характера зависит, от души зависит. Потому что светильник, Господин, дух человека. Но сердце его может прикрыть. Душа прикроет, как колпаком, как сосудом. Понимаете? Самого Бога, самого Иисуса можно не увидеть в человеке, если плоти много. Христос вас, упование славы. Аминь. Но почему-то тебя больше видно. Вот здесь вот все зависит от сердца. Почему дар может не послужить? Потому что он скрыт под сосудом. И вторая причина, почему дары могут не проявляться. И то, о чем мы сегодня будем говорить на этой теме. Вторая причина, проблема в том, кому служат. Потому что можно свечить, но человек может не воспринимать этот свет, прятаться от этого света, закрываться от этого света, говорить, да вообще это не свет, пренебрегать. Есть много причин, почему человек может закрыться от действия данного дара и не воспринять. Потому что именно мы сами ограничиваем Бога. Какой Бог служит нам или какой Бог служит через кого-то нам. То есть мы можем воспринять или не воспринять. То есть отношение к самому дару или, может быть, либо мы принимаем, то есть считаемся с ним. Другими словами, в Библии об этом говорится как почтение. Почитание, почтение к дару. Поэтому, смотрите, не зря я на прошлой своей теме упомянул имя, которое можно склонять. Леха и Алексей. Ну, потому что с Олегом это не пройдет. Олег, он во всех склонениях, Олег. Блажен ты. А вот с Лехой проще. С Виталькой проще. Ну, смотрите, тут даже суть, ну, не в самом имени. Потому что можно на вы и шепотом, но при этом отношение. Я имею в виду, смотрите, два примера, да. Когда стоит человек на сцене, мы говорим, да, действительно, помазание действует через него, Слово Божье говорит через него, и отношение к нему, как к Алексею, а не как к другу Лехе, с которым ты парился вчера в бане. Понимаете, в чем? Поэтому я и не требую, чтобы меня пастырем называли, потому что пастырь – это как функция, то есть это дар. Понимаете? То есть я же не говорю, певица Света, или гитарист, там, Володя, или клавишница, то есть я не представляю это, то есть как в армии представляют, сержант Иванов, понимаете? То есть это есть определенные должности, они и зарплату получают по своим должностям и так далее. То есть мы говорим в церкви о функции. То есть моя функция, как пастырь, она будет проявляться не из-за того, что ты скажешь, пастырь Виталий. Понимаешь? А если не скажешь, пастырь Виталий, то моя функция умрет, да? Нет, не умрет. Смотрите, функция проявляется от того, кто воспринимает меня пастырем и не проявится, если кто не воспринимает. Поэтому даже, у меня опыт был такой, я проповедовал в церкви для одного человека. Вторая жена была. Но я имею в виду для нового. То есть она знает, в чем я ворюсь, когда мы начинали служение, приходило там 3-5 человек по-разному. И вот в какое-то воскресенье Бог дает мне слово. Если не дает, мы обычно молились, Бог дает мне слово. Я прихожу, и приходит один новый человек. Просто вот. Узнал, где мы собираемся, решил прийти. Один человек. И Наташа говорит, и что ты делать будешь? Говорю, как что? Я функция. Я функционирую. То есть от того, ну, мало людей или много, не зависит моя функция. Но если этот человек пришел и воспринял меня как пастыря, включился дар. Ты понимаешь? То есть дар включается, даже если тысяча людей будет, и среди этой тысячи один человек будет принимать через меня служение. Для 999 это будет так. Ну, как бы, ну, зря время потратил. Хорошие вещи, говорит, из Библии. Но этот дар не послужит, не будет плода. Понимаете? Поэтому дары, они проявляются функциональностью. И воспринимая дары, мы, конечно, воспринимаем через человека, потому что это все взаимосвязано. Понимаете? То есть не просто радио говорит где-то под кафедрой, вы мой голос слышите, меня не видите, какое я, что я, как я живу, вы вообще не знаете. Просто классная проповедь. И вот живете и слушаете эти классные проповеди. Но вы знаете меня. Я не скрываюсь от вас. Я хочу с каждым иметь отношения, хочу дружить, хочу общаться. И зная меня, имея определенное время со мной, дружбу со мной, взаимоотношения со мной, естественно, вы смотрите, так он же такой же человек, как и я. то есть тоже есть у него определенные сильные стороны, определенные слабые стороны. И знаете, и идет сплетение между даром Божьим и человеком. И здесь уже очень сложно различить. И здесь действительно, ну знаете, как бы откровение от Бога нужно. Не плоть и кровь тебе открыли. Когда говорит просто Виталик, Виталька, который там в детстве с тобой бегал. Или Виталий, как пастырь. Понимаете? Вот здесь очень важно, чтобы мы научились различать, когда включается дар и для чего он включается. А дары включаются на нужду. Понимаешь? Я не могу себя сгенерировать. Виталик, соберись. Виталик, давай. Не, не Виталик. Виталик, это в садике. Ты же пастырь с 12-летним опытом. Ты же Виталий Валентинович. Соберись, давай. Тебя толпа послушает и соберется. Нет, не в этом секрет. Понимаете? Суть в том, кто слушает, кто слышит и кто принимает. И здесь я замечаю, я как человек, который имея в себе Дух Святой, я замечаю, когда включается Дух Святой и говорит уже, не Виталий, да, а говорит, дар с неба. и время. Знаете, с некоторыми людьми по три часа говорил. Служители, некоторые удивляются, я бы уже 10 минут не выдержал с этим человеком. Это дар. У меня дар пастыря. Я могу с каждым служением в церкви иметь хорошие взаимоотношения, но некоторые служения не могут терпеть друг друга. понимаете? Почему? Потому что они не понимают, ну как это они так поступили, а те так поступили. Да потому что не надо лезть как бы не в свой огород. Они так поступают и так служат, потому что они призваны в том месте. И нога не скажет руке, ты неправильно делаешь, но должен быть другой дар, который урегулирует всех и соединит, и тем самым тело, оно будет в единстве и эти дары послужат на пользу тех даров, а те дары послужат на пользу этих даров. Понимаете? Это включается, просто включается с неба. Как это? Я не знаю, но оно включается. Так же самое и каждый из вас имеет свой уникальный дар, который востребуется кем-то, кому нужно будет послужить. Поэтому вот это восприятие или невосприятие почтения дара или непочтения дара, оно открывает для тебя ответ, ответ с неба. Аминь. Смотрите, Иоанн говорил, второе послание Иоанна, 1,8, наблюдайте за собой, за собой, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. То есть каждый человек, кто слышал служение от Иоанна, Иоанн напоминает ему, наблюдай за собой, чтобы не потерять тебя, потому что мы послужили тебе, мы потрудились тебе, для тебя, но ты можешь потерять, ты можешь потерять, ты можешь потерять полную награду. Раз есть полная награда, значит есть частичная. Аминь. Если есть частичная, значит есть вообще без награды. То есть апостол Иоанн, служа людям, он мог выложить своим даром на 100%, но воспринять этот дар могли на ноль. И плоды этого служения будут ноль. Все, что умножается на ноль, получается ноль. Вот так вот, вот такая простая математика в Царстве Божьем. Поэтому почтение или непочтение, принятие или непринятие дара, оно тебя либо ограничит, и ты ничего не будешь иметь, потеряешь. Любого апостола, суперапостола возьми, потеряешь. Но любой маленький дар, без всякого звания в церкви просто вот так вот мимо тебя будет проходить, и какое-то слово скажет, и ты услышишь такой, тону, это слишком мелкая рыбешка, наверное, в Царстве Божьем, чтобы к нему прислушиваться. А вот ты пропустил свою награду. Понимаешь, насколько это важно? Поэтому каждый, он имеет возможность иметь и способность принимать те дары, которые есть вокруг нас, умеем ли мы распознать. Смотрите, Иисус говорит, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такую и вам будут мерить. Марка 4, 24, и сказал им, замечайте, что слышите. Какую мерите, меру мерите, такую отмерено будет вам и прибавлено, будет вам слушающим. Мы должны замечать, как мы слушаем. Мы должны замечать, что мы слушаем. То есть вот это восприятие, оно определяет меру. Именно восприятие, как ты слушаешь, определяет меру, и тогда отмерено будет вам и прибавлено. Дальше он говорит, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того и отнимется и то, что имеет. И сказал им, и он добавляет, смотрите, добавляет, царство Божье подобно тому, как если человек бросит семя в землю, царство Божье это семя, царство Божье это слово. Как ты замечаешь слово, которое исходит через человека, который имеет определенный дар, как воспринимается слово, потому что это слово, оно как семя, оно идет в землю, в сердце, да, это в почву идет, и спит, и встает ночью, и днем, это человек, да, и как семя всходит и растет, не знает он, это вообще не от тебя зависит, это принцип семени, принцип слова, ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе, есть плоды, плоды посеянного семени, есть плоды служения, есть плоды того труда, Иоанн говорит, которое они сеяли в людей, но этот труд, он может быть потерян, потому что может заглушиться чем-то или кем-то, смотрите, следующее, что я хотел привести в пример, служение Иисуса, Иисус Бог, Иисус Царь, Он вне ограничений, все им создано и для Него, но ситуация, Марка 6 глава с 1 стиха, оттуда вышел Он и пришел в свое Отечество, то есть там, где Он вырос, за Ним следовали ученики Его, когда наступила суббота, Он начал учить в синагоге, и многие слышавшие с изумлением говорили, откуда у Него это, что за премудрость дана Ему, и какие чудеса совершаются руками Его, вот вам физические руки того же Иисуса, который был в детстве, но через эти физические руки совершаются великие чудеса, и народ, народу сложно было воспринять тело Иисуса, а внутри как будто другой человек, внутри дар Божий. Помните, когда Иисус Самарянка говорил, если бы ты знала дар Божий, и кто говорит с тобой? Смотрите, если бы ты знала дар Божий, распознала, распознать дар, почтить дар, принять дар, смотрите, эти люди в Отечестве Его, в семье Его, они могли либо воспринять Его, либо не воспринять, и что они сделали? Они не приняли, они приняли Его как друга, как родственника, но дар не приняли. Они говорили, не плотников ли Он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды, и Симона, не здесь ли между нами Его сестры, и соблазнялись о Нем? В другом переводе написано, не признали Его. Иисуса признали, Иисуса узнали как человека, но Иисуса Христа, то есть помазанного, они не признали. Понимаешь? Иисус Христос помазанный, понимаете, помазание, оно, это дар, дар служит через помазание. И Он говорит, им не бывает пророк без чести. Вот вам честь, вот вам почтение. Он говорил, кому честь, тому честь, да? Кесарю кесарю, царю Богу Божьему, то есть кому честь, тому честь. Не бывает пророк без чести, разве только в Отечестве своем, и у сродников, и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда. Иисус хотел? Конечно хотел! Иисус Бог, который пришел для того, чтобы спасти, исцелить, восстановить, бесов изгонять, утверждать Царство Божие, конечно Он хотел, но не мог. Иисус, так Ты всемогущий или не всемогущий? Ты мне скажи. Да? Так Ты царь или не царь? Ты говоришь. То есть как ты воспринимаешь, как ты воспринимаешь, так тебе и будет. Какой мерою судишь, можно судишь это как осуждаешь, а можно судишь как размышляешь, как ты видишь, как ты почитаешь, как ты рассуждаешь, как ты относишься, вот такой Бог для тебя и будет. и он не мог совершить. Вот вам Бог слепой, глухой, забывчивый, забыл твою проблему. Нет! Бог не такой! Бог всемогущий! Бог не изменился! Иисус вчера, сегодня, и вовеки тот же! Не меняется Иисус! Ты меняешься! Меняется твое сердце, меняется твой взгляд, меняется твое восприятие, ты должен меняться, Бог не будет меняться, Он постоянен! И постоянный Бог, неизменчивый Бог, всемогущий Бог, ждет, пока мы изменим свои взгляды, свое отношение. Поэтому Иисус что делает? Доказывает им что-то? Да нет! Никуда он не стремится им доказать, переубедить, школу открыть, может прозреют на четвертом библейском курсе, разворачивается и уходит. И знаете, что дальше? И дивился, не верю их, а потом ходил по окрестным селениям и учил там, где слушают, там, где принимают, там, где почитают. И знаете, что толпы ходили, и каждый, написано, каждый, кто прикасался к нему, исчелялся, потому что там, в доме его, ну, не получалось. Хотел, но не вытягивали. Не мог совершить, не мог совершить. Было помазание на нем. Да, прославление слабенькое было в тот день. Помазание куда-то ушло. Не ту кассету вставили, не ту песню спели. Куда помазание делось? Луки 4 глава говорит, Дух Господень на мне. В другом переводе во мне. Дух Господень во мне, ибо Он помазал меня. Так что, вот там действует помазание, а там не действует. Да, там действует, где принимают, а там не действует. Как что-то не помазанный, помазанный. Помазание никуда не делось. Просто оно не нужно было. Не принято, не востребовано, не было голода, жажды и непринятия, не было почтения. Бог помазал Иисуса? Конечно, помазал. Деяние 10.38. Ибо как Бог Духом Святым помазал Иисуса Христа из Назарета? Помазание пребывало на Иисусе. Но не везде это помазание изливалось, выливалось для исцеления. Бывает пророк без чести? Бывает. Бывает учитель без чести? Бывает. Бывает апостол без чести? Бывает. Бывает пастор без чести? Бывает. Бывает любой из прославителей, любой из служителей без чести? Бывает. Как Как мы воспринимаем, тогда вот включается, включается служение. Знаете, как переводится честь в данном случае? Порылся и нашел. Это ценность, ценность дара, почтение дара, честь, ценность. Другие значения, высоко ценить, чтить, относиться с трепетом, уважать. Как мы относимся к Богу, так мы относимся к помазанию. Как мы относимся к Иисусу, так мы относимся к помазанию. Как мы относимся к помазанию, так мы относимся к дарам. Когда дары служат, мы должны чтить эти дары. Мы не должны там лебезить перед человеком, там как-то его на руках начать носить. Нет, нет, нет. Кому честь, тому честь. Честь дару. Почитать дар. Если сердце человека, первый пункт, если сердце человека прозрачное и там нет эгоизма, там нет гордости, нет вот этих всех земных вещей, которые удерживают этот дар, ты не будешь видеть разницы. Почему? Потому что наша цель, это чтобы полностью в нас отобразился Христос. Так молился Павел со слезами. Он молился, чтобы в каждом отобразился Христос. То есть, чтобы люди видели уже не человека, даже забыли, как его зовут, а видели Христа, который послужил человеку. Кто-то там на меня на энкаунтере руку возложил, не помню. И вообще, знаете, мне нравится наше служение энкаунтер. Мы вначале бейджи, там Виталий, Наталья, там Виктор, Алексей, а потом мы начали бейджи снимать, чтобы нас никто не запоминал. Знаете почему? Потому что, чтобы не было, а вот-вот-вот тот за меня помолился. Нет. Когда действуют дары, они действуют от Бога, не важно через кого, важно через, чтобы чистый сосуд был, смиренный сосуд. И каждый, кто смирен, он действует в своем даре, этот дар служит. Следующий пример, Матфея 8 глава, с 5 стиха. Когда же вошел Иисус Капернаум, к нему подошел сотник и просил его, Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему, я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал, Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кровь мой. Вы, наверное, не поняли, во времена Иисуса, кто такой еврей был, а кто такой сотник римской армии, у которого в подчинении 100 человек. Они вроде как бы ролями поменялись в физическом мире. Знаете, кто рядом стоял, у них челюсть упала, глаза квадратные, они не могли понять, как сотник мог сказать такую вещь, такие слова. Но сотник видел глубже. Сотник видел дальше. Сотник видел помазание и исцеление на этом человеке. Он видел Божий дар. Ты понимаешь? Восприятие сотника, оно было глубже, потому что сотник, он видел того могущественного Бога, который стоял за Иисусом, над Иисусом, да? То есть за вот этим человеком в теле, в еврейском теле, в котором ходил Иисус. Вы понимаете? Поэтому физически, видимо, вот так вот, просто физически, это вообще ненормально. Но духовно он почтил дар Иисуса. И он говорит, я вообще недостоин, чтобы ты заходил вообще под мою крышу. И он говорит, скажи слово и выздоровеет слуга мой, ибо и я подвластный человек. Подвластный, это значит, надо мной, там легион, да, сколько? Пять с чем-то, да. Очень много. Пять-шесть тысяч человек. И есть над ним генерал. И получается, он сам подвластный, он понимает вот эту иерархию. И он распознал в Иисусе, что над ним Бог. Но имея у себя в подчинении воинам, говорю одному, пойди, и идет. К другому, прийди, и приходит. И слуге моему, сделай то, и делает. Прямо как Иисус. Ничего не делаю от себя. Но вижу Отца Творящего и делаю. Это Отец делает, поэтому и я делаю. То есть настолько взаимосвязь, и сотник видит действие, действие, действие. И у него мозги уже заточены. Понимаете? Мозги заточены. Бог, Христос, муж, жена, дети, собачка, кошечка, мышка. То есть, понимаете, вот эти вещи он сразу увидел, как работают. Иисус, услышав это, Иисус удивился и сказал, идущим за Ним, истинно говорю вам, я в Израиле не нашел такой веры. Сам Иисус удивляется в вере военного человека, потому что божественная власть и влияние, они были открыты Ему. И когда Иисус наделил учеников властью, Он говорит, идите, я даю вам власть. Не только над бесами, да, не только над болезнями. Власть говорить слово. Помните? Власть провозглашать Евангелие, провозглашать Царство. И учеников могли люди принять, а могли и не принять, что часто бывало. В дом, где вас примут, заходите, ешьте, благовествуйте, рассказывайте о Царстве Божьем. А где вас не примут, что сделаете? Что-что? Доказывайте? Навязывайте? Пыль стряхните со своих ног и уходите там, где вас принимают. Уходите туда, там, где вас принимают. Иоанна 13, 20. Истина, истина говорю вам. Принимающий того, кого я пошлю, меня принимает. Вот вам и все посредничество, как работает. Да, мы понимаем, что у Бога нет посредников. Между человеком и Богом есть один посредник Иисус. У меня Иисус, мне никто не нужен. Я с Иисусом общаюсь, мне церковь не нужна, мне никакие дары не нужны. Я с Иисусом напрямую общаюсь. Хорошо. Общайся. Но это ограничено. Это ограничено. Потому что у Бога есть дары, которые служат друг другу. Поэтому Он и поставил одних апостолов, других пророков для созидания тела Христа. Он говорит, «Кого, принимающий того, кого я пошлю, он меня принимает. А принимающий меня, принимает и пославшего меня». Иисус говорит, 10 глава, 40 стих. «Кто принимает вас, принимает меня. А кто принимает меня, принимает пославшего меня. Кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка». Это не значит принять пророка, ты станешь пророком. Нет. Здесь вопрос почтения дара. Если ты принимаешь пророческий дар от данного человека, этот дар послужит тебе, и ты получишь плоды от этого дара. Ты получишь результат. Ты получишь ответ. Да, пророчества когда-то умолкнут, языки прекратятся, но на данное время они не умолкли, на данное время они работают. Поэтому, принимая пророчество для себя, принимая пророка как дар, ты принимаешь это пророчество. Принимая пророчество, ты получаешь награду. Насколько ты принимаешь, полную или неполную, зависит от тебя. Но смотрите, здесь есть глубже. И я читаю дальше. И кто принимает праведника во имя праведника, получит награду праведника. Это другая категория уже. Знаете, в то время, когда Иисус об этом говорил, тогда он не мог сказать, кто примет пастора, или кто примет апостола, или кто примет евангелиста. А кто такой евангелист? Кто такой евангелист? Понимаете? То есть было всему свое время, но Иисус здесь обращается к другой категории. Просто не все зациклено на пастырях или апостолах. У каждого есть дар. Если мы начнем распознавать этот дар, в каждом свой дар от Бога, и принимать этот дар, мы получим награду, на ответы, результаты, плоды. Аминь. И смотрите, интересный момент. И 42 стих. И кто напоит одного из малых сих только чашей холодной воды? Мелочь, да? Во имя ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей. Есть другая категория, кто только учится. Во имя ученика. Да что тебя слышит? Слушай, ты ж только учишься. Вот научишься, приходи и расскажешь. Да кто ты такой? Малый этот. Кто напоит из малых сих? Если мы научимся распознавать в малом дар им, мы получим награду от самого Иисуса, потому что Он обещал, потому что Он проявляется в малых. Это хорошо, что ты приходишь и приветствуешь. О, привет, пастырь. Это классно. Я очень рад. А сколько человек подходит к новому человеку? Вот пришел один человек новый в церковь. Кто подошел и почтил малого этого? Да хорошо, когда мы пророков приглашаем. Они приезжали к нам, мы проводили служения большие. Дружбу народов дважды снимали. Хорошо, когда апостолы приезжают. Хорошо. И очереди, я помню, очереди там, ну, все фотографируются, а очереди большие стояли. Я понимаю, вы почитаете эти дары, хорошо делаете, получаете награду за это. А как насчет третьих из этого всего, что я прочитал, малых сих? Что гордость мешает? Что великий стал уже? Вот чтобы мы не стали такими вот большими, великими в своих глазах. Я говорю о том, что мы должны различать, почитать, даже самых маленьких, потому что через них ты получаешь награду. Потому что можно оказаться вообще, знаете, в пролете. Тут не воспринял, как бы неправильное отношение к реальному, видимому, большому дару, и тут вдруг раз не получил награду. Ну, а туда как бы там, ну, там сильно мелко для тебя. Ну, что я с ним здороваться? Да не достоин моей чести, моей руки пожать. Недостоин. Вот это и есть ограничение. И мы с вами можем себя же лишить плодов, награды, ответов от Бога, тем, что можем неправильно как одним отнестись, другим или третьим, самым маленьким. Поэтому церковь, семья, Божьи дети, в вас есть дары, в вас есть призвания, в вас есть способности. Откройте их вначале для себя, а потом откройте их для церкви, для Царства Божьего. И тогда мы будем воспринимать друг друга, и вместе мы будем восприниматься как тело, как живой организм, без всяких перекосов. Это целостность, это полнота Божья. И тогда сверхъестественное, оно будет приходить в нашу жизнь через любые служения, через любого служителя, через любого человека. Бог хочет проявляться. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok